Здравствуйте, уважаемые телезрители! Это программа «Жить в Белгороде». Сегодня мы пишем ее на открытом воздухе, чтобы почувствовать теплые осенние деньки. А в гостях у нас профессор, доктор медицинских наук, человек, который 30 лет жизни отдал медицине, Владимир Дмитриевич Луценко. Здравствуйте, Владимир Дмитриевич. Здравствуйте. Очень давно вас не было на экране, давно не было у нас в гостях. Нам очень приятно, спасибо большое, что сегодня выбрались к нам. Вы ведь из династии медиков, я бы так сказала, из семьи медиков, родители были примером. Отец Дмитрий Андреевич, 21-го года рождения, он прошел войну, начинал войну 22-го июня в Брестской крепости, и потом с боями дошел до Праги. И после 9-го мая их часть отправили в Монголию, и он еще 9 лет служил в Монголии. И в 54-м году поступил в Курский мединститут, который закончил, и далее всю жизнь работал хирургом. Мама тоже врач. Мама акушер-гинеколог, она тоже работала в гостейческой больнице, она из Курской области. Поэтому получается, что, собственно говоря, с рождения больница была через дорогу. Зачастую, ну, в ту пору, вы знаете, были трудности с детскими садами, это и родителям оставить было негде, и ночью они ходили на операцию постоянно. И так вот день спишь дома, день в больнице. Собственно говоря, как только стал себя осознавать, наверное, другого выбора не было. Ваша сестра тоже пошла в медицину. Я подчеркну для наших телезрителей, что вы родом из села Гостищево Яковлевского района. Вы это сказали. И вы закончили Курский мединститут, причем с отличием. Учение легко давалось, или для вас это важно? Ну, для меня всегда принципиально выкладываться там, где ты находишься. Учился в Гостищевской средней школе и закончил ее с золотой медалью. Я был первым золотым медалистом в этой школе. А когда поступил в институт, то вот у меня отец в свое время закончил институт. Представьте, после войны, после такого перерыва, у него была одна четверка по английскому языку, которую он не знал вообще. То есть он начал изучать в институте. И я когда поступил в институт, я приехал домой, и отцу сказал, «Ну, я буду учиться лучше, чем ты». И исполнил это еще. Ну, я помню, он сказал, что посмотрим. И вот, может быть, это мысль давлела, но я в институте не мог себе позволить получить другую оценку на экзамене, кроме пятерки. Это вот такая была самоцель. Ну, во-первых, надо было показать свою самостоятельность и состоятельность родителям. Ну, а во-вторых, ведь готовился к профессии, в которой, вы знаете, нельзя же больных лечить на четверку, на тройку, на двойку. Это же не самоцель получить отличную оценку и красный диплом. Это показатель умения учиться. Вот если человек умеет учиться, у него отличная оценка. Ведь ему потом предстоит учиться всю жизнь. Ведь нет же такого, особенно в медицине. Вы закончили институт, и все. Ничего подобного. Это только вообще первоначальная ступень. Это сотая доля от того, что вам надо освоить. И учиться надо каждый день. Вы помните своего первого пациента? Первого, конечно, помню. Это было... Что это было? Где это было? Это было на четвертом курсе. Мы все тогда болели хирургией. Очень хотелось стать хирургом. Очень хотелось оперировать. Ходили ночами, ассистировали. Даже из-за спины посмотрите, то хорошо. И я помню, что на четвертом курсе Андрей Сергеевич Рубанченко, он ныне работает в отделении коллапрактологии областной больницы. Вот мы с ним договорились. Он говорит, приходи на дежурство, я тебе дам сделать аппендицит. Вот я к нему пришел. Это было в Курской БСМП. Пришел, и помню, что была такая женщина. Поступилась аппендицит. И вот тогда я подвел руководством, сделал аппендицит, и мир перевернулся для меня. Как? Почему? Все стало по-другому. Я вдруг почувствовал, что я могу работать хирургом. Я вдруг почувствовал, что те знания, которые осваивал, которые меня вбивали, мои преподаватели, начали приносить реальные плоды. Мне удалось самостоятельно сделать операцию. Ну, конечно, скажем так, умение-то приходит с годами, но тем не менее, под руководством Андрея Сергеевича Рубанченко удалось сделать аппендицит. Вы возглавляете кафедру общей хирургии БелГУ. Вы говорите о своем поколении, когда учились в университете, в институте в Курском, те молодые люди, которые приходят сейчас к вам. Есть ли та же настойчивость, есть ли тоже стремление лечить людей, либо все-таки немножко все сместилось, на ваш взгляд? Мы не будем говорить о конфликтах поколений, но вопрос в том, что, кажется, изменились какие-то ценности. И вы знаете, если взять курс, то процентов, наверное, 20 детей, у них горят глаза, они с удовольствием занимаются, они видят себя в будущей профессии. К сожалению, остальная масса достаточно неоднородная и встречаются откровенно те, кого хочется спросить, а, собственно говоря, зачем вы пришли? специалисты выдающиеся. А есть возможность выводить таких? Да, покидают курс, потом восстанавливается часть, и, к сожалению, такие есть специалисты. А потом мы видим их в работе, и вот оттуда и начинаются, собственно говоря, на претензии к медицине, к медицинским работникам. На мой взгляд, вы знаете, человек все-таки должен жить в ладу с собой. Должно быть какое-то органическое единение его возможностей и его, так сказать, сферы работы, деятельности, обитания. А талантливые есть студенты? Есть. Есть? Есть. Я однажды была на конференции, где было много врачей, хирургов, и один очень уважаемый человек сказал, что вы же знаете, что все хирурги верующие люди. Это правда? Знаете, зачастую происходят необъяснимые вещи. Да, вот он мне тоже рассказывал, что... Да, которые мы не можем объяснить теми законами, теми учебниками, которые мы изучали. Вот я помню женщину, она поступила с запущенным перитонитом, и, собственно говоря, летальность практически стопроцентна при такой запущенности. И она мне говорит, как я сейчас помню, ты, сынок, не бойся, я выживу, у меня четверо или пять детей. Мне же их докармят надо. Я еще подумал, думаю, ну, наверное, так как-то вот у нее с сознанием плохо. Мы потом ее неоднократно апеллировали, потому что болезнь такая затяжная. Она вышла, вышла из той ситуации, с которой, вот, объясните. Какие-то силы, которые действительно не позволили, чтобы ее дети остались сиротами. А наоборот бывает? Да. К сожалению, бывает наоборот. Знаете, вот много говорят глаза больного. Вот вы знаете, иногда поступает больной с такой незначительной патологией, а у него глаза какие-то серые, безжизненные. И так и жди от него каких-то осложнений, самых, возможно, невероятных. И опытные врачи, они таких больных видят. У вас есть какой-то ритуал перед операцией? Единственное, что вот с вечера, если какая-то операция планируется, то с вечера о ней подумаешь, что-то почитаешь. Вот. И с утра едешь на работу, стараешься все мысли отбросить в сторону, чтобы ничто над тобой не давлело, ничто не отвлекало. Вы сейчас оперируете в областной клинической больнице, да, я скажу для наших телезрителей. 10 лет вы возглавляли городской больнице номер 2. Подхожу к такому, наверное, сложному вопросу. То, что произошло в декабре, да, вот этот трагический случай. Как вы считаете, когда погиб человек от рук хирурга, вина в этом системы, которая вот сегодня поставила врачей, пациентов такую позицию, это человеческий фактор, все зависит от конкретного врача, или это, не знаю, трагический случай, вот стечение обстоятельств, то, что очень сложно объяснить, то, что сложно подается вот пониманию, почему произошло, на ваш взгляд. На мой взгляд, собственно говоря, эта трагедия произошла в результате, скажем так, сложения всех векторов. Давайте не отбрасывать личностные характеристики, да, вот вы говорите, там, хирург, да нет, уголовник. Как только он занес руку над больным, как бы это не было, и в каких бы это обстоятельствах не было, то он автоматически становится уголовником. Но вы о нем говорили хорошо, как о враче. Да. Вот я опять вчера анализировала все, что было в СМИ, вы о нем говорили хорошо. Занимался, старался, хотел быть хорошим хирургом. Но вопрос в том, что хирург это же не только твои операции, но и это же способ жизни. Всякие бывают ситуации, поверьте, вы же потом смотрели подборки, какие бывают ситуации в приемном отделении, в отделении, разогреченные родственники, пьяные, больные, которые кидаются и так далее. но хирург не должен себе позволить снизойти до такой вот кулачной разборки. Для этого есть другие органы, которые этим должны заниматься. Милиция. Надо оставаться интеллигентом в любой ситуации. И это не говорит о том, что вы трус, это говорит о том, что каждый должен заниматься своим делом. Так вот, хирург должен лечить больных. Вы какую-то свою вину вот личную чувствуете за произошедшее? Легче всего, конечно, сказать, что такого быть не могло и такое вот случилось, но свою личную вину никогда не сбросишь. И это такой вот крест, который несешь на себе пожизненно. Кто-то натворил, а ты за это переживаешь, это и ночами снится и из головы не идет. Вина в том, что не донес это до конкретного человека. Вина в том, что не научил его быть интеллигентом, что называется, до мозга костей. Вам эта история стоила по сути должности руководителя горбольницы. Я вчера, как бы снова вот опять возвращаясь к интернету, была петиция на имя президента страны, где вы, конечно, об этом знаете, да, петиция на имя президента страны от коллектива второй горбольницы, где было дословно мы глубоко сожалеем о случившемся людском горе, но еще большим трагизмом для нас на фоне произошедшего явилось освобождение от должности нашего руководителя, с которым нас связывают годы жизни и работы. Для вас то, что вот такие были последствия, приняли как данность, пытались доказать что-то, отстоять какую-то свою точку зрения? Принимаю как данность. Кто-то же должен нести ответственность за такие вот происшествия, да. А с другой стороны, чему-то вот так радикально огорчаться и рвать на себе волосы. Знаете, я счастлив тем, что вот судьба дала возможность обоплотить какие-то свои мысли, идеи, не только вот в хирургической практике, где, например, начинал основы эндобилиарной хирургии, которая на сегодня распространилась широко в области и много учеников, и все эти операции идут, а я понимаю, что когда-то начинал эту хирургию целый раздел, будучи совершенно еще молодым человеком, имеющим достаточно малую практику, а так хотелось, и ездил, учился и в Харьков, и в Москву, и в Санкт-Петербург, и в Киев. Когда вспоминаю, как вот с нынешним заведующим первой хирургии Александром Валентинович Солошенко, как мы с ним по ночам делали первые операции с применением аллотрансплантантов при грыжах, поскольку тогда Арнольд Павлович Седов, ныне покойный, великий человек, он как-то вот не сразу все воспринимал, знаете, ему надо было показать вот все готовое. Он всегда что вы там придумываете, надо работать с местными тканями и так далее. он, конечно, был прав, но не всегда же такие ситуации бывают. И мы вот, вспомню, Александр Анатольевич, ну пойдем пропилируем, ночью одна операция пошла хорошо. Мы же учились, ездили, посмотрели, сделаем потихонечку. Одной полосы, да мы там сеточкой сделали. Поворчит. Поворчал месяц-два, потом это все пошло. То есть, понимаете, это те воплощения, которые удались, да? А на уровне больницы, я счастлив тому обстоятельству, что пришел, собственно говоря, больница, которая очень сильно отставала по технологиям, отставала по людским ресурсам, по наличию классных кадров. Это очевидно, об этом, так сказать, никто не скрывает, и об этом можно говорить. И на ту пору Василий Николаевич Патрисаев меня вызвал и поставил задачу, что надо поднять больницу с колен. А аргумент был один, ты оттуда, ты людей знаешь, иди и приступай. А тяжело, конечно, было, очень тяжело, поначалу опыта никакого, естественно, не было, но были хорошие учителя. Губернатор помогал, поддержали все программы, понимаете, в одиночку же ничего не сделаешь. Согласна. Считаю, что удалось воплотить те замыслы, удалось выполнить то обещание, которое в свое время дал Василий Николаевич Патрисаеву, что я подниму эту больницу. И это и есть счастье. А сидеть, нудить о том, что там лишили должности, знаете, это неправильно. Наша жизнь, она ведь не консервативная. И должности, они тоже не вечные. Ну, где нужнее? Я согласна, абсолютно. Я даже помню Вашу такую фразу, что главный врач я сегодня, а хирург я навсегда. Да, мы с Вами обсуждали, да. Я никогда не бросал хирургическую деятельность, потому что понимал, что это навсегда, что это нужно людям. И мне на сегодня приятно. Работаю хирургом не меньше удовольствия доставлять, чем должность главного врача. Вот на Ваш взгляд, сегодня достаточно уделяется внимание государством престижу профессии. Вот то, как сегодня иногда нивелируется в СМИ профессия врача, в итоге все это сказывается на отношении к самой отрасли, к медработникам. Оно не всегда справедливое, скажем так. Вот на Ваш взгляд, нужно ли этому уделять внимание государству? И что нужно делать, если нужно? Я Вам так скажу, что та, скажем так, оголтелая компания, которая сегодня развернута в отношении медицины и медицинских работников, другого... Вы считаете, вот именно так, да? Оголтелая, по-другому нет. Понимаете, она не идет на пользу ни врачам, ни пациентам. И если мы все совместно не поймем, что результаты вот этой всей критики, так называемой, они будут плачевные, смотрите, мы каждый день пишем, что врачи-убийцы. Что делать пациенту? Он идет к врачу и он заранее думает о том, что и этот может оказаться убийцей. Да? Врачи, которые читают о себе такое, который, извините, положил свою жизнь, который ночами не спит для того, чтобы спасать больных, какие добрые чувства должен испытывать к тем, кто такое пишет? Потому что, знаете, журналист все-таки это профессия ответственная. Ведь он должен отвечать за свои слова. Если мы это не уберем на сегодня, это пойдет по такому сценарию. Пациенты будут панически бояться, врачи будут бояться пациентов. И, понимаете, как я говорю, у хирурга в руки будут трястись на операции от страха. То есть здесь обществу надо остановиться и задуматься. Давайте вот остановимся и давайте мы подумаем. Да, есть врачи, которые допускают ошибки в силу своей неопытности, в силу своих незнаний. Ну, с ними надо прощаться. Достойных врачей вы осветите их, вы пишите про них в газетах, снимайте про них сюжеты, вы снимайте фильмы. А давайте вспомним, какой последний фильм о врачах мы с вами увидели. Ну, я эти сериалы там типа про Склифосовского даже не беру, потому что это так, какой-то театр абсурда. Врачи их смотреть даже не могут. Понимаете, это приключенческие какие-то и смешивают с медицинской специальностью, что-то пытаются изобразить в операционных, очень любят там кровь и прочее, прочее. Глупости полные. Это не фильм про медицину. Фильм про медицину, который последний я видел, это доктор Мишкин. Про медицину фильм, понимаете, он должен показывать эмоции врачей, их размышления, их взаимоотношения. А сцены в операционных, знаете, ну, может быть, мелько. На сегодня государство должно вмешаться в эту политику, потому что так мы загоним профессию. На сегодня я не открою вам секрет. В хирурги особо не идут. У тебя, когда шел в хирургию, было шесть человек на место. Шесть. На сегодня мы зовем хирургов, а люди не идут, потому что ответственность огромная. У тебя в руках жизнь, ты за нее отвечаешь. А со всех сторон тебя окружили с самого рода оголтелые личности. Понимаете? Потому что я их журналистами даже назвать боюсь. Мне могут возразить, у нас свобода. Тогда вернемся к свободе. Свобода, еще Энгельс сказал, это осознанная необходимость. Осознанная. А когда человек, ничего не осознавая, только сидит и критикует врачей, не будучи ни специалистом, не имея к этому никакого отношения, не имея к консультантам в конце концов. Как он может судить об этом? Я согласна. Но что может сделать государство на ваш взгляд? Закрыть журналистам рот? Нет. Нет. Значит, на сегодня нужно говорить о том, что с одной стороны, журналисты должны пользоваться выверенной информацией, с другой стороны, предостеречь тех, кто работает, вы все-таки работаете достойно, так, чтобы о вас не писали, и вот найти этот баланс. И там, где есть хорошие примеры, их надо показывать. А почему мы стесняемся? Почему мы стесняемся говорить об этом на всю страну? Почему я никогда не слышал, что у нас в Белгородской области столько замечательных медиков, которые отсюда вышли, академик Гостищев, автор учебников, по которым учится весь мир, он из нашей Белгородской кто об этом сказал, кто об этом вспомнил. А у нас на сегодня получилась вседозволенность. А то его, давайте эту медицину, и давайте, как вы говорите, рейтинги повышать. Печальные будут пасы, они уже есть, а будут еще печальнее. Завтра, завтра мы останемся без практикующих врачей. Сейчас смотрите, массовый исход врачей куда? В частный сектор. Почему? Потому что там диагностика, и за нее хорошо платят. А на диагностике, понимаете, люди не умирают. И завтра мы столкнемся с тем, что люди начнут умирать без врачей. Ну, это я, конечно, утрирую, но мы к этому медленно и уверенно движемся. Значит, все-таки в системе не все хорошо. Да, естественно. Естественно. По вашим стопам, в общем-то, пошли и ваши дети, и дочь, и сын сегодня решили посвятить себя медицине. Вы этому факту рады? Да, дочь закончила университет, она тоже медалистка в школе и с отличием закончил университет, и сын тоже с золотой медалью закончил школу, сейчас учится на втором курсе, и он хочет быть хирургом, у него для этого есть задатки, у него хорошие руки, светлая голова, он с удовольствием ходит со мной в судебную медицину, смотрит, изучает, у него целая подборка и костей, и скелетов, и книг, он сидит до 3-4 утра учит предметы, и учится на отлично, я ни в коей мере не влажу его процессы обучения, я только ему где-то подсказываю, где-то показываю, стараюсь, чтобы он к концу института был уже специалистом, который может самостоятельно апеллировать, самостоятельно принимать решения, то есть подготовить его на таком уровне. Немножко о другой стороне вашей личности, вы творческий человек, я знаю, что вы владеете музыкальными инструментами, вы сами поете, очень хорошо, вы даже инициировали, даже создали хор в городской больнице, то есть для вас это важно? Да, очень важно, я через всю жизнь пронес такое твердое убеждение, что человек творческий, он должен быть в каком-то искусстве, да, вот я с удовольствием, творческий человек, стараюсь им быть, я с удовольствием занимаюсь музыкой, пою всегда, это такое, знаете, вот средство выплеснуть эмоции, да, средство коммуникации, общения с другими людьми, а хор больницы, вы знаете, он создавался, он преследовал собой несколько задач, да, в первую очередь, конечно, люди должны каким-то образом отходить от тяжелой профессии, он должен как-то отвлечься от тех мыслей, которые его не покидают после того, как он сутки одежурил, представьте себе, в какой он мясорубке побывал, а вторая задача, и не менее важная, ведь там в хоре поют представители разных отделений, они стоят плечо к плечу, и это как следство объединения коллектива, и я вот всегда говорил, и им всегда говорил, прям в лицо говорю, говорю, вот вы сегодня здесь вместе стоите, вы меньше будете испытывать какие-то распри, разборки в коллективе, понимаете, и поверьте, это действительно так. Ну вы, кстати, вот в 13-м году, когда мы писали с вами интервью, вы мне сказали, вот цитата, медицинский коллектив очень сложный, по ряду показателей они превзойдут театральные коллективы, это правда, да? Я так и остаюсь на таком же убеждении, и поэтому нужны какие-то вот нетривиальные подходы, чтобы, знаете, вот на сегодня, например, там коллектив второй больницы, ну 1400 человек, подумайте, и они должны, что называется, петь в один голос, и где тот камертон, на котором их выверять. Еще одно ваше увлечение, о котором я бы хотела поговорить, это планерный спорт, это наверное не раскрою секрет, расскажу, что вы возите несколько раз в год, ну когда, как получается, да, детей, у которых сложилась трудная жизненная ситуация, трудные подростки, пытаетесь увлечь этим планерным спортом, откуда это все пошло? Небо меня манило с детства, я помню, приезжал вот к тете своей в Курск, у нее рядом был аэродром, и там постоянно летали военные самолеты с утра до ночи, кого-то это раздражало, меня завораживало, я просто сидел на улице, смотрел, как они идут там парами, тройками, пятерками, завораживающим, ну нет, вот я это любил, но я не мог это представить своей профессией. Появилась потом возможность, появился у меня такой хороший наставник, он инструктор по летному делу, он пилот, он учился в Волчанске, появился потом и земляк наш, считаю, земляк, он из Курска, заслуженный летчик, Лазарев Олег Михайлович, он Афганистан отлетал три года на боевом истребителе, он летал в составе группы Стрижи, и они меня вот притянули к летному делу. Когда освоил уже вот порядка четырех типов самолетов, на которых я могу летать самостоятельно, появилась мысль о том, что надо детей к этому привлекать и вот именно детей, вы знаете, как я говорю, из неблагополучных семей, из неполных семей, потому что это хорошая перспективная профессия, востребованная, вот, у нас в стране огромная нехватка летчиков и любой мальчик средних способностей, но достаточно физически развитый и желающий летать, с него получится хороший летчик. Это такая депутатская ваша деятельность, все-таки это направление депутатской работы? Нет, вы понимаете, это какое-то было внутреннее, ну, собственно говоря, какой-то был внутренний такой вот душевный порыв сделать что-то для этих мальчиков, девочек. Я как-то приехал в один интернат, посмотрел и думал, какое у них будущее, далеко не безоблачное, у многих, мы же не будем это скрывать. И вот захотелось, знаете, вот это, наверное, самый такой вот доступный способ, ведь если ребеночек этим небом заболеет, то все, эта болезнь такая на века, он пойдет. и вы знаете, вот брали детей, и на сегодня я горжусь тем, что трое учатся в военных летных училищах, и еще вот сейчас трое тоже будут поступать, то есть фактически, практически сто процентов дети, которые вот сажаешь на планер, с большим удовольствием идут, и получатся из них прекрасные граждане нашей страны, хотя, я еще раз говорю, это дети из неблагополучных семей. Я скажу еще для наших телезрителей, что вы депутат Совета Депутатов Белгорода, да, мы вот как-то эту тему сегодня не затрагиваем, и уже программа подходит к концу, время истекает. Осталось время на последний вопрос, наша программа называется «Жить в Белгороде», и я всем своим гостям, в общем-то, задаю такой вопрос, комфортно ли вам живется в Белгороде, нравится ли вам жить в Белгороде, и чем для вас он привлекательен. Мне очень нравится жить в Белгороде, это, скажем так, город больших возможностей. Я думаю, что наш город, наша область, они являются ведущими регионами, одни из ведущих регионов у нас в России, и думаю о том, что это место и сохранится, и будет примножаться трудами, чаяниями тех миллионов, полутора миллионов людей, надеюсь, что и до двух дойдем, которые живут в нашей области. Спасибо вам за участие в программе. Напомню, что сегодня нашим гостем был Владимир Дмитриевич Луценко, хирург, доктор медицинских наук, профессор, академик, преподаватель, депутат Совета депутатов Белгорода. Это была программа «Жить в Белгороде». Мы встречаемся на телеканале «Белгород-24». Увидимся. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин